Вчера в 9 часов утра в Первоуральске, в той его части, которая именуется поселком Билимбай, в избушке на улице Горького произошла семейная сцена из цикла «Стрельба из мелкокалиберного пистолета по живой мишени». Предыстория такая. Жила-была, ела-пила семья Пермяковых, Сергея и Татьяна. Ну, как в старой доброй песне «Татьяна плюс Сергей, тарабадабадам». Сына Женьку родили. Три года назад расстались. Она осталась с ребенком, но Сергей продолжал любить ее и ревновать. А она, Татьяна то бишь, полюбила другого, Алексея Ивановича. Водителя муниципального предприятия «Водоканал». А сама Татьяна Пермякова трудилась бухгалтером в ТО «Гея». Только не подумайте, что «Гея» — это в родительном падеже. Нет, «Гея» — это такое собственное божеское название. И в течение трех лет бывший муж Татьяны, Сергей Пермяков, периодически наведывался к ней в гости. Ревновал, ругался, но все кончалось чики-пики. Престойно и чинно. Уходил. Вчера в отношениях бывших супругов приключился апогей. В 9 часов утра, светлого пасхального утра, 40-летний Сергей Пермяков, пьяный в хлам, в очередной раз заявился в дом бывшей жены. Достал самодеятельный револьвер, купленный на рынке и адаптированный под мелкокалиберный патрон, и устроил стрельбище. Две пули ушли в тело 40-летней Татьяны, третья — в ее нового гражданского мужа, 40-летнего Алексея Ивановича. Благо, все живы. Татьяне Пермяковой одна пуля вошла в грудь, вторая шоркнула по локтю. Алексею Ивановичу пуля царапнула правое предплечье. Далее произошла очень человеческая сцена. Раненая Татьяна Пермякова упала перед стрелком на колени и запричитала «Что ж ты делаешь, Сереженька, отдай пистолет?» Пьяный Сергей Пермяков растрогался, отдал револьвер. Их совместный 12-летний сын Женя побежал к соседям, обо всем рассказал. Те вызвали скорую и милицию, а пока раненые ждали медицинскую помощь, керной стрелок Пермяков выпрашивал у экс-жены пистолет, приговаривая «Татьяна, дай револьвер, я застрелюсь». Вскоре нагрянули органы 02 и 03, а раненых в больницу стрелка Сергея Пермякова в ИВС ему вменяется статья 111, часть 1. От двух до восьми лет неволи. Что же касается его бывшей супруги Татьяны, то она пребывает в отделении травматологии 1-й Первоурайской горбольницы и в состоянии близком к средней тяжести. Говорить может, жить будет. Узнали ли вы историю Лопы де Вега? Очень похоже. Да ничего сказала, если не со мной, значит ни с кем. Все банально.